Всем привет! Меня зовут Ира и вы на канале интернет-магазина Seagwave.ru Электросамокаты заполнили все крупные города и, наверное, уже не осталось человека, который ни разу не пробовал этот вид транспорта. Некоторые люди заменяют ими машины как более экологичный способ передвижения, другие покупают для долгих прогулок по парку, а третий ненавидят первые два типа. Но знали вы, что электросамокат – это не нововведение последних лет и что его прототип существовал еще в 18 веке? Поехали разбираться! Официальной датой возникновения индивидуального транспортного средства можно считать 1761 год. Михаэль Касли работал на местного лорда в Германии и постоянно опаздывал на работу. Однажды лорд сказал Михаэлю «Лучше бы тебе приделать колеса к своим ногам, потому что я больше не буду терпеть опозданий». Так и появилась машина для ходьбы. Конструкция имела раму из дерева, два колеса и руль, которым можно было управлять. И назвал он его «Цель-лифер», что означало «скорость» на французском. Согласно рекламе 19 века, Медедес Эврак ездил на устройство своего собственного дизайна в саду при дворце в Париже. Два колеса были соединены деревянной палкой с сиденьем посередине, но, возможно, этого человека придумали журналисты в 19 веке. Карл фон Дрес улучшил ранее существовавшее изобретение в 1814 году и позже переименовал его в «дрезину» в честь себя. Конструкция так и оставалась деревянной. Диаметр колес составлял 30 дюймов, а вместо шин были металлические обода. Вес такого самоката составлял целых 30 килограмм. Такой транспорт очень полюбился почтальонами, так как доставка стала в 4 раза быстрее. Карл фон Дрес был не только изобретателем, но и бизнесменом. Он начал продвигать свою «дрезину». Оно стало очень популярным и в странах Европы. Например, в Великобритании корпус сделали железным, а в Германии добавили мягкую сидушку. В 1895 году официально началась история первого транспорта с двигателем. Мистер Огден Болтон-младший запатентовал первый электровелосипед. Двигатель был мощностью всего 10 ватт и находился в заднем колесе. Однако нет никакой информации о том, что самокат поступил в производство. Скорее всего, он остался для личного использования Болтона. Люди продолжали экспериментировать с двигателями и батареями, но у них все еще сохранялся внешний облик велосипеда, который был на пике популярности в Европе. И, наконец-то, в 1915 году появился прадедушка нынешних электросамокатов – Автопед. Да, дрезина и Автопед – одно название лучше другого. Он навел много шумихи. Автопед отпускался в двух версиях – с двигателем внутреннего сгорания и с электромотором в переднем колесе. Этот электросамокат производился Автопед Компани с 1915 по 1922 год. Учитывая недостаток топлива после Первой мировой войны, Автопед был настоящей находкой. Разгонялся он до 30 км в час и на ДВС приезжал до 200 км. Также умел складываться, был оснащен фонариками, клаксоном и боксом для вещей. Автопед был так популярен, что им пользовались все слои населения в Америке. В Европе были аналоги Автопеда – немецкая компания Круп и чашская КАС. Автопед был очень востребован у работников Почты Нью-Йорка, а позже еще и у банд. На них можно было быстро уезжать от полиции на людных улицах. В Великобритании автопеды стали символом борьбы женщин за их права. Фотография суфражистки Флоренс Престилы Норман разлетелась по газетам того времени. Она была первой женщиной, которая ехала на электросамокате на работу, что сильно сбудоражило людей того времени. Глядя на рекламные изображения для Автопеда, становится ясно, что компания нацеливалась на недавно обревших независимой женщин. Реклама Автопеда сообщала, что его может позволить себе каждый. Его цена была 100 долларов, что на те времена было большой суммой денег, но все же было в 4 раза дешевле, чем машина. В 1922 году Автопед был снят с производства. Отчасти потому, что другие компании начали производить схожие устройства, которые были дешевле и комфортнее. Среди них Alvin Scooter, Autoglider, Autosco, Kingsbury, Scooter Moto и другие. В 1920-х велосипеды были на пике популярности, и многие самостоятельно совершенствовали их, прикрепляя электродвигатели. Далее, во время Второй мировой войны, людям было не до самокатов, были больше востребованы мотоциклы. После окончания войны в США началась глобальная автомобилизация. Автомобили и бензин стали намного дешевле и доступнее, так что люди отдавали предпочтение им и двигателям внутреннего сгорания. А что касается самокатов, они стали считаться детской игрушкой. Однако в Чехии, Польше и Австралии самокаты необычного дизайна с огромными колесами пользовались популярностью в обычной жизни для прогулок и поездок на работу. В 1970-м году в связи с глобальным кризисом нефти, люди вновь обратили свое внимание на электрические двигатели. Тогда на свет начали появляться интересные модели, такие как Solo Electro и другие. По дизайну они напоминали смесь мопеда и самоката. В 1985-м году Стив Пэтмен и его семья изобрели стоячий электросамокат с ДВС и широкой декой GoPet. Семья запатентовала устройство и начала активно рекламировать самокат. Сначала двигатель электросамоката был прожорливым, но потом компания поменяла его на более энергоэффективный японский. До 1990-го года двигатели внутреннего сгорания сильно превзошли электрические, поэтому электротранспорт не был сильно развит. Но в 1991-м году, благодаря литий-ионным батареям, электрические двигатели стали конкурентоспособными. Они до сих пор используются в современных самокатах. Благодаря этому в 2000-м году вышло очень много устройств на таких батареях. Теперь они меньше и легче, чем когда-либо. В 2001-м году GoPet выпустила первый в мире самокат с электронным приводом – GoPet Hoverboard. А вскоре после этого другие компании разработали свои первые электрические версии. После этого было затишье по электросамокатам, и они не становились чем-то модным и популярным. В 2017-м году произошло целых два события, из-за которых электросамокаты стали супер популярны. Первое. Состоялся выход большого количества электросамокатов наподобие Xiaomi M365 и Segway Ninebot ES2. Эти самокаты отличались от предшественников своими компактными размерами, легким весом и доступной ценой, что сделало их супер продаваемыми в Америке и Европе, а далее и по всему миру. Второе событие – это волна кикшеринговых компаний. В сентябре 2017 года в Санта-Монике, Калифорнии улицы заполнились электросамокатами компанией Bird в аренду. Затем другая шеринговая компания Lime выпустила свои электросамокаты на улице Сан-Франциско. Сама идея уже была знакома потребителям в крупных городах, но компания Bird сделал прокат электросамокатам очень дешевым и доступным для всех. В 2018 году такие крупные компании, как Uber, Alphabet, Google Ventures и другие вложили в шеринги самокатов более миллиарда долларов. Таким образом, люди, не имеющие электросамокатов, смогли получить опыт катания на этих устройствах, что привело к бурному росту продаж на рынке электротранспорта. Сейчас электросамокаты находятся на пике своего развития и можно приобрести его под свои индивидуальные параметры. Недорогой, легкий, компактный или мощный внедорожный самокат премиум-класса с огромной дальностью хода и амортизации. Ведущими производителями в мире являются компания Ninebot и Xiaomi. Электросамокаты этих брендов вы можете приобрести в нашем магазине sigwave.ru Надеемся, что это видео было полезно и интересно для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Благодарим вас за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok